Добрый день, еще раз спасибо большое за приглашение организаторам, спасибо большое фонду Хабинского. Мне очень приятно, что вы здесь сегодня встретились, что мы здесь сегодня встретились в воскресный день. Я знаю, что кто-то даже отказался от поездки на дачу и встречи с внуками. Мне очень приятно. Мой доклад говорит о перспективах и возможностях стандартизации лучевой терапии в России. Но на самом деле я не буду сегодня говорить про Россию, я буду отвечать только за то, что делаем мы у нас здесь, в нашем центре. И хотел бы я начать на самом деле со случая, не с пациента с опухолью ЦНС. Хотел бы начать с пациента, 6 лет, страдающего острым лимфобластным лейкозом. Который попал в нашу клинику с рецидивом лейкоза. И которому 6 месяцев до нас проводили облучение головного мозга профилактическое. Мы все, конечно, знаем, что за последние десяток или 15 лет просто радикально изменилось выживание с пациентом с острым лимфобластным лейкозом. Это просто гордость всей педиатрической онкологии, гематологии. И мы прекрасно понимаем, благодаря чему все это произошло. Благодаря внедрению стандартов. Благодаря лечению по протоколам. БФМ в различных модификациях. Либо это Москва-Берлин в различных модификациях. И мы прекрасно понимаем, что когда каждое звено большой цепи работает, то тогда и получаются хорошие результаты. Этому пациенту проводилось профилактическое облучение головного мозга. О, они очень хорошо видны. Хочу обратить ваше внимание вот на эту область, которая не облучалась. Хочу обратить ваше внимание на эту область, которая не облучалась. Следующий для меня вообще абсолютно непонятный пункт. Сетиви, то есть мишень, почему-то меньше, чем головной мозг. Я не знаю почему. Следующий. Контур ПТВ, то есть планируемый объем мишени, он больше СТВ на 5 мл. Да, это хорошо. Почти согласен. Но в итоге получается, что это головной мозг плюс 1 мм. Вот это методика облучения. Хотя в выписке написано, что было проведено методика облучения по методике АМРТ. Здесь нет АМРТ. Я считаю, что просто это какой-то несчастный случай. То есть что-то врач не доделал, что-то физик не доделал. Я надеюсь, что это не система. Когда мы говорим о таких методиках корниального облучения, и когда мы видим их недостатки после того, как что-то состоялось. Вот состоялись вот такие рецидивы. Это наблюдение нашей клиники. Как раз в том самом слабом месте, о котором говорил сегодня Норман Виллик. А вот это слайд из презентации нашего коллеги. Это руководитель службы медицинской физики в Хабаровске. Он просто взял и посмотрел смещение у пациентов разных докторов. И у каждого доктора, на самом деле, смещение совершенно разное. И какое делать уступ на ПТВ? Мы начали работать относительно недавно. Ну, даже не относительно, а совсем недавно. И мы... Ну, фактически на слайде написано, что мы начали работать в марте 2012 года. Запустили технологии АМРТ в мае 2012, ВИМАТ в 2013 году. И томатерапия у нас заработала тоже в 2013 году. Ну, на что хочу обратить внимание, мы действительно начали работать на новом месте. Для нас это было абсолютно новое оборудование. Для нас были другие пациенты. Для нас были совершенно новые опухоли, с которыми мы никогда в жизни не сталкивались. Взрослые лучевые терапевты. Мы не знали эту патологию абсолютно. Может быть, и поэтому мы поставили перед собой новую задачу. То есть создать какой-то внутренний, внутри нашего центра референс. Создать внутреннюю программу, которая не будет отличаться от чего-то. Не будет зависеть от физики, не будет зависеть от врача. Таким образом, мы начали с того, что мы стали разрабатывать свои собственные внутренние стандарты клиники. Стандарты каждого этапа технологической цепочки. Когда мы говорим слово «стандарт», мы должны что-то все-таки под этим подразумевать. Здесь ссылки из словари русского языка. Я бы остановился на том, что выделено красным шрифтом. Это все-таки для нас нормативно-технический документ, который устанавливает требования к производственным процессам. Но я для себя определил так. Когда мы говорим об этапах, все этапы, они на самом деле известны и понятны. Я просто хочу остановиться на каждом из этих этапов чуть подробнее. Когда мы планируем наше облучение, мы должны определить, в каком положении, в конце концов, будет лечиться наш пациент. И какая для этого потребуется фиксация? Мы должны учитывать, что? Будет ли наркоз или нет. То есть на спине, либо на животе. Но для нас уже этот вопрос на самом деле отпал. Я попозже остановлюсь, почему. Мы должны учитывать длительность курса и, соответственно, подобрать такие фиксирующие приспособления, которые могли бы гарантировать качество нашего лечения на протяжении всего длительного курса, который уже может продолжаться до 8 недель. Мы для себя определили, что если у нас будет короткий курс, мы будем использовать более дешевые маски. Мы будем давать больше отступ, как, например, при острых лейкозах. Мы для себя определили, если у нас требуется фиксация, например, в области тела, это будет точно вакуумный матрас, но мы для себя определили. Это сейчас не касается опухоли ЦНС, но когда-то мы испытывали специально фиксируемый вакуум еще сверху, когда-то нет. Мы для себя уже все это сделали и определили. Но это не тема, это презентация. Разметка на КТ. На КТ, когда приходит пациент, в месяц средний нужно выбирать область сканирования, точнее, в каком режиме сканировать пациента. У нас в КТ прописаны протоколы для каждой локализации фактически. Низкодозные протоколы. В год контуров, на самом деле, это большей частью прописано в протоколе, что есть в макро-болезни GTV, что есть в микро-болезни CTV. И есть еще, для меня самое интересное, это ПТВ. То есть, какой делать отсып на возможной погрешности укладки? Мы для себя определили, что если мы облучаем весь головной мозг, мы делаем мостом 4 мм. Если у нас есть небольшая мишень внутри головного мозга, мы делаем мостом 3 мм. Опять-таки, почему, да? Потому что, на самом деле, каждый центр должен прописать для себя свои собственные отступы. То, что я вам сказал, 4,3 мм, это подходит только для нас, только для нашего отделения, только для нашей клиники. Потому что у нас есть своя фиксация. Потому что у нас есть свои протоколы к этой разметке. Любые смещения, которые мы делаем, выполняя компомбим-сети, мы записываем в таблицу. Всегда. Каждой компомбим-сети. И на основании той информации, которую мы можем получить, мы проанализировали для себя, какой мы можем делать отступ на ПТВ для каждой локализации. Когда мы оконтрируем, что мы оконтрируем? Ну, в принципе, все написано в протоколе. Но мы что-то оконтрируем еще только для себя. Зрительный нерв у нас не всегда как критическая структура выступает. Иногда как мишень. Позвоночный столб именно как мишень. То есть, это та структура, на которую предписывается доза. Для того, чтобы избежать неравномерности облучения задней и передней поверхности позвоночного столба, позвонков, чтобы избежать сколиоза в дальнейшем. Мы предписываем дозу, минимальную дозу на позвоночный столб, это 80% от предписанной дозы. Но не всегда. Если пациент уже состоялся, ему 18 лет, если это девушка, то ей, конечно, не нужно предписывать такую дозу. На проблемных дозах в зонах профессор Норман Вилях уже останавливался. Ну, я просто на этом слайде их и представляю. Хочу обратить внимание все-таки на эту зону вот еще раз. Предположим, мы делаем отступ 4 мм. Предположим. Но если мы сканируем с шагом 3 мм на КТ или 2,75 или 2,5 мм на КТ, это значит, что если мы автоматически добавляем контур плюс 4 мм, это значит, что он попадет в один слайс, но следующий уже не попадет. И реально получится отступ не 4 мм, как мы хотим, а 2,5. Какие методики мы используем, например, для крайнеоспинального облучения? Ну, это то, что представлено, это 3D-комфортное, АМРС с статическими порядками ВИМАТ или бутомотерапия. У нас опять-таки есть уже стандартный подход, какую методику мы будем использовать для какого пациента. Сейчас мы фактически не используем 3D-комфортную лучевую терапию, потому что наши пациенты уже не лежат на животе. Никогда. Мы их обучаем только лежа на спине и с задними полями. Я считаю, что действительно получается проблемная зона, когда общаешься или лечишь ребенка, на разметку он зачастую бывает напряженным, и вот этот прогиб шеи, получается на самом деле его критическая зона, как раз зона стыковки, краниального поля и спинального поля. Здесь мы можем получить очень большие проблемы. Зона стыковки на самом деле более гарантированна, получается, когда пациент лежит на спине. Но если мы обучаем, когда ребенок лежит на спине, мы должны учитывать, что наш пучок будет проходить через различные фиксирующие приспособления. И когда пучок проходит через фиксирующие приспособления, мы у себя посмотрели, падение дозы же может достигать 20%. Поэтому мы используем АМРТ. Как правило, в последнее время мы все-таки используем технологии либо ВИМАТ, либо АМРТ статическими полями. При ВИМАТе зона стыковки, она более размазывается. И это нам не то, что гарантирует, но вселяет нас какую-то уверенность в том, что мы делаем. Еще одна зона, которая, на мой взгляд, тоже критичная, это желание врачей обойти улитку. Но при этом нужно понимать, что зона вхождения восьмого нерва или может быть оказаться слабым местом, или это будет зона рецидива. План рассчитан. Какие все-таки критерии приема плана? Ну, это то, что общается в физике между собой и с врачами, да? То есть есть определенные критерии принятия плана. Есть критерии приема плана, но, как правило, в физике нам предлагают несколько планов. Из этих планов мы выбираем в том числе тот план, который будет занимать меньше времени. Для детей это очень важно, потому что далеко не всегда ребенок может пролежать какое-то длительное время на лечебном столе. И сложность реализации. Чем сложнее план, тем больше вероятность какой-то ошибки человеческого фактора. Каждый план не просто проверяется. Ну, есть критерии приема плана, а есть критерии проверки плана. 80% планов 3D-конформной лучевой терапии у нас проверяется дозиметрией, абсолютно дозиметрией перед началом лечения. 100% планов АМРТ у нас проверяется перед началом терапии. Существует независимый расчет мониторных единиц. То есть план рассчитан на одной системе планирования, мы проверяем на другой системе планирования. И проверять план, не физик, который планировал, а другой человек. Когда мы приступаем к лечению, мы опять-таки для себя поняли, что мы должны понять, насколько наш пациент лежит уверенным на лечебном столе. Мы выполняем комбим-сети первые 4 дня. За первые 3 дня за это время мы понимаем, есть ли системная ошибка, мы ее корректируем. И потом уже после, опять-таки, проверки, мы приступаем к лечебному плану, реализации лечебного плана. И мы на самом деле понимаем, можем ли мы после этого выполнять комбим-сети еженедельно, либо мы должны делать это чаще. Если случайная ошибка очень велика, мы будем делать комбим-сети ежедневно. Таким образом, что я хочу сказать, просто мне повезло, я пришел на новое место. И я организовал это так, как я считал нужным, как я считал правильным. И первое, что я сделал, это создал внутренние стандарты, внутри отделения. Нурман Вилли говорил, просто замечательное сообщение сделал, замечательный доклад. Но я считаю, что далеко не каждое отделение лучевой терапии в нашей стране готово подвинуть себя на какие-то такие вещи. И я считаю, что вы детские онкологи, гематологи. Я думаю, что нас должны на это подвелиться. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.